Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров, и по достаточно многочисленным просьбам записываем в этот раз не одиночный, близ какой-либо игровой зоны, а турнир, турнир на шахматной планете, с нижним ограничением по рейтингу 2900. То есть турнир весьма сильный, а контроль 3 плюс 0 предполагает то, что мне будет нещадно рубить флаг. Попробуем побороться, лондонская система, играя вроде бы наиболее принципиальным образом. У белого черного здесь конечно не должно быть объективно никаких проблем, но с другой стороны для блица это неплохой вариант, потому что у белых очень простая игра. Посмотрим каким именно образом мой сперник отреагирует на ход слон д6, предпочел сыграть конь е5. Кстати весьма неочевидное решение, не потеряется ли эта пешка. То есть сыграет слон е5, а он сперник бьет слоном, это правильное решение, а теперь проявляется возможность его защитить путем ф4, вариантах, но с другой стороны. Мне все равно надо идти на эту позицию, и она объективно за черных неплоха. А сперник играет конь е3, странное решение, если честно. То есть, как он собирается защищать пешку на е5, видимо, где там, чтобы сыграть ферзь d2, ферзь d4, но что будет, если я нападу на нее сразу, например, вот таким образом. Не вижу комфортного способа остаться при материальном паритете за белых, то есть конь d2. Есть такой ход, но в принципе я могу просто взять на е5, наверное, так и поступлю. Думаю, чтобы не остаться совсем без контур игры, сопернику надо брать этого слона, играет 2-0. Тоже сыграю 2-0, ну и в целом, у черных личная пешка и хороший конь на 2-3. Довольно приличный перевес. Ну вот, правда, белые сразу начинают задавать этому коню вопрос. Достаточно неприятный вопрос. Может быть, есть смысл сразу ладья c8, а не b5. Не определять пешечную структуру на ферзь фланге, то есть на bc возьму на c4, на ладья d1 пойду ферзь c7. Да, поэтому на ладья d1 сыграю нас сразу. Это правильное решение, правда, у меня есть ход ферзь f6. Создаваю грозу пешки f2. То есть, этим обеялом надо каким-то образом убираться на е2. Соперяне просто отдают эту бежку, очень странно. Преподить совершенно безнадежно. Должна быть, конечно. Ну, возьму на е3. Идем, а последует bc. Нет, просто сон же 4. Сиграю f5, это не может быть очень плохо. Конь f4. Ну да, конечно, тут белокольких шансов нет. Не хватает трех пешек, и позиция хуже. Нидеряя 1. Соберз d3, самое простое. Две фигуры под боем. Придется моему сопернику менять ферзей. Оставаться без огромного количества материала. Да, сон д1, это более хитрый способ поменять ферзей. Теперь у меня не получается хотя бы пешечной массы в центре, но на оценку позиции, разумеется, никак не влияет. g3, просто конь d3 или конь d5, наверное, конь d5 сильнее. Да, борется, борется мой противник до конца. Надеюсь, что этот конец близок. Никакого намека на компенсацию за отданные трепешки у белых нет. Да, где-то 2, и король, видимо, черный, король пойдет в центр. Де е3. Скорая конь е2, а конь d4. Когда черный король придет на е5, партия закончится незамедлительно. Вот что, король пришел. Соперник, правда, идет в настроении сдаваться. В принципе, позиция уже вполне соответствует такому решению. Например, можно сыграть g5 и f4. Создает белый материал. Создает первый свой угроз за очень большое количество ходов. Сыграя просто f4, уже в конкретных вариантах черный явно побежит. Далее, например, f3. Следующий пункт, почему они сыграют е3. В крутой веке у меня нет серьезных проблем с расходованием времени, поэтому эта позиция должна выигрываться достаточно легко. Да, отдается мой соперник. Ну, а мы встретимся в следующей партии. Через несколько секунд начнется второй тур. Упался нам соперник с непроизносимым ником, если честно. И черный цвет. Второй раз подряд. Е4. Сиграю скандинавку. Часто применяю ее в последнее время. Именно с ходом ферзь d6. И обычная игра, здесь на коне f3, слон g4. Называемый вариант Коваленко. Коваленко много его играл с 2013 по начало 2015 года, но в последнее время применяет его реже. Наверное, нашлись какие-то проблемы. Конкретные. Ну, с ходом слон d3 абсолютно не знаком. Не знаю, какой здесь правильно. Модель развития. Избрать. В принципе, конь c6 выглядит логично. Словно d3 расположен достаточно абстрактно. Но это одно конь на c6 прикрывает пешку b7. То есть теперь я могу взять и взять на d4 ферзер. Но не буду этого делать. Хочется получить более активную позицию. Пряник даже позволяет не взять на d4 конем. Видимо, это не у него конкретная идея. Вообще, на самом деле, достаточно любопытно. Конь d4, g4, конь g4, надо еще слон g4 проверять. Аж, слон g4. А, и там, видимо, интересный, интересный ход. Там, видимо, слон b5. На конь b5, конь b5 я не могу два раза взять на d1, то есть взять на d1 и взять на f3, потому что получаю мат. Далеко посчитал мой соперник. И, видимо, достаточно точно. Сыграю поэтому e6. Вот e6, который я только что сделал, мне самому, на самом деле, не нравится. Он слишком абстрактный для такой конкретной позиции. Может быть, была возможность уже воспользоваться не лучшей постановкой дебюта со стороны соперника, но я ее упустил. Теперь белый хотят играть c3 и получить очень комфортную комфортную структуру и комфортное расположение фигур. При том, что я уже достаточно сильно отстал по времени. В общем, мягко говоря, стоило немного по... лучше, тщательнее задуматься после хода... после хода 2-0. Но здесь мне, кстати, везет, потому что соперника был ответ fb5, по-моему, очень сильный. Нападая на слова h5 и на пешку b7, также поддерживая под напряжением храня c6, сперник так не сыграл. Но даже здесь, да, после правильного хода a4 чертами играть не так просто. Сыграю fd5. Может быть, хочу перетащить ферзя на f5. Да, сына f4. Кажется, есть ход слон d6. Никаких конкретных проблем у меня нет. Есть проблемы абстрактные. У белого больше пространства, а какой-то серьезный контрагрев у меня не наблюдается. Сыграл d8. Такой полурентген на белого ферзя. Может быть, подраживаю e5. Хотя пока это вратли. Может быть, и можно сыграть e5, кстати. Пробую сыграть e5. c4 воля конь d4 проходит. По крайней мере, идея была такая. Конечно, если конь d4 не проходит, то все совсем плохо. Да, ферзь b5 я просто не видел, а ход, видимо, очень хороший. Да, и тут будут проблемы. Непонятно, куда девать ферзя. Видимо, придется упрекать слон f8. Тогда белый могу деться и играть c4. По данному счастью, в конце варианта висит пешка b. Да, поэтому b5 сразу. Еще сильнее. Тут уже точно очень серьезные проблемы у меня. Сыграет b8. Времени мало. Дяя е1. Задвину пешку. Да, вряд ли это все хорошо. Слишком у меня пассивно расположенная фигура для подобных активных действий. Белые могут просто сыграть f3 и, скорее всего, позиция черных проиграна. Да, f3 исполнена. Да, я еще издеваю, что на fs на lg5 ed у меня висит ладья. Придется сыграть так. Но просто без пешки и плохая позиция. Плюс время на 30 секунд меньше. Но буду бороться до конца. Что ж поделаешь. Сперник играл очень хорошо, очень грамотно и полностью меня переиграл на данный момент. Возьму на g5. Вот это, мне кажется, позитивное изменение. По крайней мере, в следующие годы мне будет делать довольно легко. Но поиграет, конечно, такое количество времени на часах. Но ничего не поделаешь. Когда Сперник играет хорошо, а ты плохо, то результат, в общем-то, вполне закономерен. a6, да, это, наверное, правильно. Диа 6. Пытаюсь как-то активизировать фигуры по максимуму. На самом деле, после диа 7, конь d5 у белых есть ход c4. И черный конь никуда не проходит, и партия заканчивается. Очень убедительно сыграна партия со стороны моего соперника. Если честно, даже возникает сомнение, потеряет ли он в этом турнире очки. Думаю, что может и не потерять, на самом деле. Здесь был ход кунифтей, конечно, который забрал слану, но на оценку позиции никак не влияло. Придется сдаться. И мы встретимся в следующем туре. Продолжается турнир. На данный момент у нас одно очко из двух возможных. Одна победа, одно поражение. Третий тур играет Павла Назаренко. Играем белыми, наконец-то. Международный мастер, рейтинг 2.200, довольно своеобразная информация. Врат, ли она соответствует истине. В5, Н4, 2, 0. В самом деле, мне кажется, что именно такая вот реакция за белых на дебют Е4, В5, ну или К3, В5 самая принципиальная. Здесь белые играют Д4, потом С4, К3, и слон переходит на С4, на С2. Важно запомнить именно этот маневр. И у черных есть долговременные плюсы в том плане, что у них 3 пешки в центре против 2, но плюсы белых, по идее, старше. Не уверен насчет хода слона на С4. Наверное, сильнее было пойти Д5 сразу. Я же жду за черных ответа Д6, и после этого готов сыграть Д5. Да, Д6 сыграно. В планах, конечно, было Д5. Наверное, так и поступлю. Скорее всего, черных сейчас закроют центр, да, Е5 сыграно. Ну, я переведу слона на С2. Хотя, может быть, это и не самый полезный ход в этой позиции, есть что-то лучше. Ну, ладно, переведу слона на С2. На А4 он все-таки смотрится довольно забавно, и в вариантах попадает по крайне на С5. А с нами играет С5. Тут уже большая неожиданность. Суточно серьезно определяют структуру. В принципе, я могу взять на С6, и, наверное, получу какой-то перевес. Смогу не брать на С6, и тоже, надеюсь, получу какой-то перевес. Тут надо выбрать, что из этих двух продолжений лучше. Так, ТС конь С6. А3 какой-нибудь ход абстрактный. С1, потом B3, слон G5. Давайте так попробуем. Поднимется, получается, более живая все-таки. А3. А3 ход достаточно важный, потому что черные хотели пойти D5, конь B4. Крайне мере, намекали на эту идею. Но я хочу сыграть, видимо, что-то более слон E3, конь G5. Начну с хода слон E3. В принципе, единственный источник преособиловести заключается в том, что они лучше стоят по белым полям и таким образом подменять фигуры черных, которые помогают контролировать белые поля. А свои сохранить. Пока сыграю B3. Слон на А6 расположен достаточно странно. Сграю конь G5. Сграю конь G5. Может быть, неправильный ход. Может быть, слон G5 было вернее. Слон F8. Сграю конь G5. Может быть, удастся переключиться на прямую атаку на черного короля при должном везении. H6. Если ход FD3. Наверное, есть. при этом дело АЖ играть нельзя из-за конь F6 и мат на H7. Е4 вроде бы тоже не проходит из-за конь F6. Конь Е4. Придется играть G6, а на G6 конь F7 выигрывать. Да, значит, все-таки черный будет играть Е4 в избежании худшего. Да, так и с пряникой поступил. Правда, здесь позиция какая-то подозрительная у черных. На ферзе F6, конь Е4 и потом конь F6, если ферз отойдет. А, то есть, да, единственное отступление на G6, и вот оно правда работает. Оно работает. И получается вроде бы никак воспользоваться этим противостоянием черного ферзя и белого слона. Но времени достаточно мало. Сыраю конь Сты. Уиграть попроще, чтобы не нарваться на неприятности из-за 35 секунд на часах. поставлю лодью по центру. А4, хочу поставить коня на B5. Лица была постабильнее и понадежнее. Сырая, наверное, на К5, а с уж черные именно так решили выставить свои фигуры. Хочу сделать вилку К7, поэтому слон Б7 в ход правильный. Сырая, слон А7, чтобы это было очень полезно. Слон Б6. Первый черных есть взятие на Д5, она мне последовала. Поменяю здесь, сыграю конь С7. С1. Б1. Придется мне, видимо, воздержаться от комментирования, времени совсем мало. С5 вернулся, хочу слон Д4 сыграть. Не дают, сыграл Д1, потом слон Е4. Ф3. С3 висит на Ж5. Скорее всего, соперника ставит ладью на месте. Нет, уводит, сыграю конь Д6, сыграю С5. Позиция, конечно, уже совершенно выиграна. Меняюсь тут, ухожу в разноцвет. Надеюсь, что он позволит мне хотя бы не уронить флаг, хотя это вовсе не факт. Бью на А5. Возвращаю слона домой, играю уже 5. Играю А5. Должен я успеть хотя бы ничью сделать в этой позиции, но и не больше, потому что позиция уже ничейная. Сперник играет на победу. Кстати, мой шанс. Слоны в 2, империя 7 мат следующим ходом. Ну, довольно забавная концовка. Думаю, чтобы все увидели, какие я страшные проблемы испытываю из-за контроля 3 плюс 0. Достаточно давно от него отвык, надо привыкать заново. Ну и всем спасибо за внимание, встретимся. Как вы видите, остался всего лишь один человек с тремя очками и, к сожалению, с ним я уже сыграл. В следующем партии играем против Владимира Куценкова, если не ошибаюсь, это мастер. Ну, информация не указана, кажется, что я встречал на сайте Фиде эту фамилию. Действительно, кажется, международный мастер. Играем мы белыми. Снова это не может не радовать. Играем, конечно же, Конь Ф3. С5, Ж3. Ход С5 всегда создает небольшой соблазн уйти в Сицидянку через такой вот странный правилах ходов, но я все-таки воздержусь. Е6, ну и он большие шансы у нас получится в этой партии английский еж. Конь Ф6, 2-0. Я сыграю Д4. Другой популярный ход Ладья Е1. На Ладья Е1 мне не очень нравится играть против ответа Конь Е4. Поэтому чаще предпочитаю получать вот эту позицию. Да, Д6, слон Ж5. Основной ход А6 здесь за черным, потому что на Конь Д7 в белых есть ответ Конь Б5. Да, А6, слон Ф6. Тут два основных хода Ферзь Д3 и Ферзь Ф4. Я, пожалуй, сыграю именно Ферзь Д3. Хотя ход Ферзь Ф4 считается основным. слон Ф3 Еф. И вот для этой позиции Ферзь на Д3 расположен лучше, потому что белые достаточно быстро проводят Ф5. У черных возникают некоторые проблемы, связанные с тем, что могут проявиться белые поля. То есть, понятное дело, что если черные будут вынуждены сыграть Е5 в какой-то момент, то у белых будет стратегически выигранная позиция. Ладья Д7, сыграю Ладья Е1. продолжаю давить на пешку Е. Мне очень, правда, пока понятно, как это давление усиливать. ФЕ, ФЕ, Слон НЖ3 Слон НЖ3 сразу should be ФЕ, слон АЖ3, Ладья Е7 Ладья Д1 То есть, там, конечно, у белых перевес, но черные могут взять на С3. К сожалению. Давайте все равно попробуем так сыграть хотя бы останусь сильным Слоном против менее сильного коня. Может быть, здесь fresco НЕ4 на Ладья Е7. Пешка не исключено, что пешка В2 не является таким уж важным фактором в этой позиции. Да, сыграй кунь Е4. На ладьям Б2, кстати, непонятно. Есть ход ладья Д1, есть ход ладья Б1. У каждого из них свои плюсы. Конечно, ладья Д1 выглядит намного более натурально. Но ладья Б1 зато выигрывает не полтемпа на этом слоне. На слоне Ф6, там есть ход кунь Д6, на слоне Е5 ход кунь Ж5. Но, пожалуй, все-таки нет, пожалуй, сыграй ладья Д1. Еще не факт, что ладья Б2 стоит хорошо. Точнее, строго говоря, с трекингом там довольно плохо. Создает для черных в ряде вариантов тактические неприятности. Может, вообще стоило проигнорировать угрозу ладьей, сыграть кунь Ж5 сразу. Не исключено, что это было еще сильнее. Трудно сказать. А6. Да, теперь, конечно, теперь защищается угроза кунь Ж5. Я могу взять на Д6 зато. Съедаю весьма важную пешку. Честно, мне кажется, угроза кунь Ж5 была менее страшна, чем потеря вот этой пешки. Ну да, и кажется, что у черных совершенно безнадежно, если честно. Потому что материал обхожен, но у белых слишком активные фигуры. Возьму на Е6. Придется отдавать качество. Но тут, помимо того, что потеряно качество у белых, еще и позиция намного-намного лучше. Сгрозит ферк Ж6 в первую очередь. Наверное, еще ряд других ходов. Ферк СД5. И все, придется сдаться. Сыгра на конь С6. Наверное, Ферк СД5 самый убедительный. СС-2, угрозу коню и также угрозу двойного шаха. Наверное, дают мне сделать этот двойный шах. Потом просто Ферк Ж8, ладят Д8 в крайнем случае. Поэтому соперник сдается. Закончится этот четвертый тур. Пока наш результат 3 из 4 встретимся в следующей партии. На ваших экранах вы видите таблицу после 4-х туров. Как вы видите, у нас есть одиналичный лидер, набравший пока 100%. И у двух человек по 3. Мы как разыграем друг с другом. Я хотел сказать, на самом деле, я играю с Рюрем Фольцем. Мастер Фиде из Кемерово. Играю черными. Д4, коня в 6. Попробую разыграть славянку, если сейчас остается 4. Нет, лондонская система. И сыграю наиболее принципиальным образом. Основной ход за белый здесь, конечно, Ферк СБ3. На С4 люди обычно играют с Ферк С2. На слон Ф5 Ферк С1. Ну и получается вот такая структура. Кунь Д2. Я обычно встречаю путем Ферк СД8, чтобы иметь возможность закрепить эту площадную цепь. Кунь А4, слон Е4. Ну и да, и вот не первый раз у меня уже встречается эта полиция. Компьютер считает, что она достаточно хороша для белых. Мне нравится играть черными. Особенно в Блиц. В Б3. Конечно, Б5 наиболее напрашивается. Но может быть, здесь есть смысл взять на Б3 и сыграть конь А5. Черт, ну не так легко спрятать этого слона. Прошу прощения, белый. Наверное, так и поступлю. И конь А5. Ну, избежать порчи структуры точно невозможно, да. Поэтому спрятник просто играет слон Д3. Вообще-то слон Д3 немного странное решение. Что если Ж5? Слон Е5. А, на Ж5 по слону Е5. С другой стороны. По слону Е5. Ф6, конечно, хода нет. Но я могу сыграть... ...хунь Е5, ДЕ, хунь Ж3. Там правда слон Б5 шаг. Достаточно неприятно. Если взять, сыграть перс Б6, девясить пешка. Вот король ее будет защищать. Давайте попробуем Ж5. Посмотрим, что мой спрятник имел в виду. Скорее всего, конечно, он имел в виду именно слон Е5. А, нет, Ж4. Ж4 выглядит очень слабо. Могу просто взять на Ф4, взять на Е3, дать шаг на Ф4. В разных порядках это все исполнить в разной последовательности. Дам шаг, наверное, сначала. Может быть, объективно сильнейший забелок король Е2 и на Фе король Е3. Но чтобы решиться это исполнить, надо... ...быть очень смелым шахматистом. Да, поэтому просто король Д1. Возьму на Е3. Похоже, что пешку Е удержать не получится. Немного обидно. Ферзи Э2, Ферзи Э3 просто. Есть, конечно, какой-то хоккан Д4, но слишком странный. Да, пожалуй, просто возьму на Н5. Вейк мне довольно мало. Не стоит его тратить на... ...в раздумья в довольно хорошей позиции. А Ферзи Э6. Смена Ферзей. Не факт, что выгоден для черных, но, по крайней мере, упрощает им... ...ыгру. Следующие ходы понятны. Слун Д6, Кроль Д7. Блодиану Аш-8. Может, здесь смысл сказать Аш-6. Аш-6, прошу прощения. И... ...обезопасить себя от каких-то трактических трюков. Ну да, уже, собственно говоря, не дают. Но ничего страшного. Аб-5 не конец света, конец просто уходит. С4, и нас соперник пытается. Взрывать эту позицию, наверное, действительно единственный шанс для белых. Я могу срять ЛД-8. Потому что висит конь. Сперни, говорит, не смущает. Он жертвует коня. Ну, какой-то смысл в этом есть. Но конь должен быть старше. Правда, у меня 36 секунд. Бегу на Ж3. Я Б7, Кроль Д8 просто. Эта пешка Б достаточно сильна. И в лице тут могут быть проблемы. Там, пытаясь как-то помешать ее на движение. Скорее всего, поставят король цветы. Нет, не просто отдают ладью. Ну, своеобразное, конечно, решение. Наверное, объективно, позиция черная была выиграна. Но это требовалось еще доказать. Всем спасибо за внимание. Встретимся в следующем туре. Видим, что человек под ником Грозн. И какие-то еще буквы. Достаточно уверенно идет к общему успеху в этом турнире. Ну, а мы играем против международного мастера по фамилии Зимеров. Из Омска. И ждем начало тура. Тур начнется через 16 секунд. Информацию о моем спарнике, я думаю, вы уже видели. Ну, и, конечно, я сыграю конь f3. Думаю, что никто не сомневался. e6, g3, f6, lg2, d5. Получается такое вот. Черная игра просто по мотивам ортодоксального ферзевого гамбита. Но я могу после d4 уйти в каталон. Другой, возможно, ход b3. Но попробую сыграть именно d4. И сыграть по рекомендации Ярослава Паизанта. То есть на слон d7 здесь ладят d1. Достаточно хитрый порядок ходов. На слон c6 беда играет конь c3. И не стремятся сразу отыграть пешку. Но пытаются захватить центр. Путем e4. Самый сильный ход за черный слон f3. Но если человек никогда не встречался в этой позиции, сделать такой ход достаточно тяжело. Да поэтому конь d5. Конь d5, кстати, достаточно логичное действие. Если не ошибаюсь, против меня так никто никогда не играл. Но ход-то выглядит весьма здраво. Попробую e4. Вспомните со мной диабрад. Ферзь e2. Ну и вот здесь на конь d3, если это конь d3, конечно, будет сыграть, надо смотреть по ситуации. То есть есть, безусловно, вход на конь e5. Но может быть есть смысл просто убрать слона, а потом попробовать подорвать всю эту конструкцию путем b3. Все-таки конь d3 расположен, может быть, недостаточно устойчиво. Так и поступлю. Позиция получается довольно интересная. Обратите внимание, что черные, например, не могут развить коня на d7 из-за d5. То есть, видимо, нужно делать какой-то конкретный ход. Но его не так легко найти. То есть b5 вроде не проходит, потому что я беру на b5, потом беру на b5, беру на 8 и еще раз беру на b5. Поэтому да, потом сыграно b6, сыграно b3. Где я была именно в этом. Белая указывает на тот факт, что черный конь на d3 защищен недостаточно хорошо. Да, сломал b4, черные пытаются уйти в конкретику. Дело в том, что ходом b3 белые выбили опоры из-под собственной легкой фигуры. Суждению, коня убрать некуда. Может быть, есть ход ферзь c2. Вроде бы сохраняю выгоды позиции. Наверное, так и поступлю. Конь пока защищен, bc грозит. Может быть, черным надо как b5. Но опять же, вроде бы забираю, структура на ферзьевом фланге начинает крошиться. Черные могут забрать на c3, забрать на e4, но после bc конь на d3 все равно остается в западне. И там я уже смогу выбирать, либо отдать ладью за две фигуры, либо каким-то образом попытаться выиграть чистого коня. Да, солнце риса и его на ферзь c3. Видимо, основе e4. Нет, просто b5. Интересное решение. Хотел взять на b5. Может быть, нет смысла вскрывать игру раньше времени. Наверное, возьму именно на c4. Такое ощущение, что ладьяна a8 потратит больше ходов, чтобы вступить в игру, чем ладьяна a1. В ферзь c4 пока есть ход конь b2. А, и может быть, черный сядь сыграть просто a5. А, и может быть, черный сядь сыграть просто a5. А, ладно, сыграет конь d2. Времени достаточно мало. На a5 конь c4 и конь b4. Вот есть ход конь a5, и белые остаются с лишней пешкой выигранной позиции. В противном случае белые хотят сыграть конь c4. И указать на то, что у коня d3 как не было предотступления, так и нет. Сыграет конь c4. Да, и конь a5. Не удалось выиграть фигуру, но... На получившуюся позицию белым, конечно, грая жаловаться. Правда, черный все-таки могут заблокировать проходную а путем конь a6. Во всех вариантах практически. Могу бы попытаться прорвать позицию путем d5. Я не знаю, есть ли в этом реальный смысл. Наверное, нет. Сыграю в этом просто a5. Надо бы все это исполнять побыстрее. Уверен, что прионик пойдет конь a6. Ему тоже, наверное, не мешало бы это исполнять побыстрее. Нет, ферзь c8. Тогда беру свои слова обратно. Но теперь d5 очень хочется прорваться. Увеличивается сфера влияния обоих слонов, и пешка a6 набирает силу. Конь a6. Делать бы, конечно, напасть каким-то образом на ладью, но вроде не получается. Поэтому просто грая ферзь c4. Немножко корява выглядит, но вроде бы позицию не портится на b7. Буду ладья b1. Ладья b1, наверное, играть не стоило. Да, именно из-за ладья d8. Пока, кажется, есть ход ладья b5. c6, ладья b6. Да, вроде бы белый сохраняет им перевес. Достаточно большой. То есть, кажется, придут играть cd. Черт, отыграли пешку, но у них настолько ужасная здесь позиция, что... ...белые должны побеждать. Сыграются на d4. Времени, правда, довольно мало. Так что все возможно. Ладья на h5 расположена паршива. Пешка a сильная проходная. Но, опять же... На падающих флагах возможны любые зевки. Сыграю ладья b8. e6, слон b6. Любая позиция упрощается. Белый снова выигрывает пешку. Теперь еще выигрывают ладью. Кажется, что больше слабых шансов тут нет. Возьму здесь. Сыграю слон c4. Да, и ферс проходит. Какой-то забас по времени еще оставался, что удивительный. Вообще, конечно, снова реализация перевеса могла быть более убедительной. Но, с другой стороны, дебют и начальная стадия митяшпиля получились весьма интересными и напряженными. То есть, борьба вокруг далеко продвинутого и закрепленного коня на d3. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем туре. Как мы видим, лидер продолжает всех бить, а мы играем против Сергея Набоки, который идет на чистом третьем месте и представляет угрозу для нашего итогового второго места. Это, например, написано, что мастер спорта, вероятно, мастер Фиде. Да, мастер Фиде из Украины. Рейтинг чуть меньше, чем 2.300. По крайней мере, рейтинг классический. Ну, судя по рейтингу 3.100, с чем-то на шахватной планете играет мой соперник неплохо. Е4. Сыграю скандинавку. Снова вариант Коваленк. Ж3. Да, Ж3 есть такой ход. Достаточно сильный. Ну, пойду к концу 6. По крайней мере, если не ошибаюсь, в моих файлах записано именно это. Сыграю 3 на 2. Типовая идея. Черные просто хотят надавить и... В идеале выиграть пешку на d4. Ну, а белые надеются, что даже если они ее потеряют, то у них получится сильная... Сильная игра, связанная с тем, что... Слоны будут давить на мой ферзевый фланг, который стал королевским. Я могу поменяться. Могу взять на f3, сыграть е6. Ну, наверное, проще сыграть е5. То есть, если сейчас дает, то просто конь е5. Ферзь d6, слон d6. И белые не думают, что могут себе позволить забирать эту пешку на а7 в конце варианта. Ну, а сыграна совершенно по-другому. Сыграла 2 на 2. Вообще, своеобразное решение. Я могу, во-первых, взять на d4. А во-вторых, могу сыграть е4. И что белые собираются делать? В случае, например, е4, я совершенно не понимаю. То есть, есть, конечно, ход слон f4. Но там черные могут, в принципе, убрать ферзя куда угодно. Самое простое это на b4. Белых прописывает все фигуры. Сыграна конь b5. Ну, это, опять же, принципиально, как мне кажется, не решает проблему. Сыграю ферзь b4. Паду еще на этого коня. А кони в т3 остается под связкой. Довольно странно разыгран дебют моим спиральником. Может быть, здесь есть какое-то гениальное продолжение, которого я не вижу. Но кажется, что белые просто без фигуры остаются. Ферзь d2. Ну, это слабо помогает. Черные могут выиграть фигуру практически любым способом. Ну, давайте сыграем еф, например. Просто лишняя фигура. Поэтому белым придется менять ферзей. Чтобы еще висит конь на b5. Ну да. Сыграю а6. Наверное, поменяю еще этого хорошо расположенного коня. Ну и в принципе, если не произойдет каких-то несчастных случаев, то комментировать тут больше нечего. Несмотря на ставшее традиционным серьезное отставание по времени, позиция слишком простая. А что это правильное решение? Надо хотя бы вскрывать слонов. Но лишняя фигура тут намного-намного старше активного расположения белых слонов. Единственное, что может как бы помешать закономерном исходу этой партии, это падение моего флага. Не думаю, что оно случится. Слон d5. Почитать мы с правильным. Все-таки въехать ладью на е7, видимо. А нет, f3. Ну, f3 просто слон е6. Позиция окончательно стабилизируется. Сыграя ладью на d8. Эту ладью, наверное, поведу на b5. Средавая угроза слабым белым пешкам, но каждый размен тут в пользу черных. Ну да, по большому счету, это, конечно, комментировать особо и нечего. Я a5. Возьму ножи 5. Ну да. У черных белых не остается даже каких-то динамических шансов. Наверное, партия скоро закончится. 35 секунд. Обратите внимание, что даже в настолько простой позиции я все равно умудряю загнать себя в цирк. Ну, конечно, в данном случае результат это уже не повлияет. С лишними тремя фигурами я особенно силен. Всем спасибо за внимание. Турнир на этом, в принципе, заканчивается. Я не особо сомневаюсь, что лидер довел свое блестящее выступление до победы. Ну, а мы заняли весьма уверенно второе место с отрывом в два очка от третьего призера. Некоторые партии получились интересными. Некоторые партии были испорчены грубыми зевками либо с моей стороны либо со стороны моих соперников. Ну, надеюсь, что вам понравился такой формат. Иногда такие видео будут выходить. Всем спасибо за внимание. Для вас играл и комментировал Микит Петров.